Журналисты присутствовали на церемонии предания затонувшей подлодки статуса братского захоронения. Подводную лодку С-4, затонувшую в самом конце Великой Отечественной войны, обнаружили это весной неподалеку от Балтийска. И вот на этой неделе была организована траурная церемония. Водолазы установили на корпусе лодки табличку с именами погибшего экипажа, а бойцы военно-морского флота и родственники членов экипажа погибшей субмарины спустили на воду венки. За траурной церемонии наблюдала Анна Крылова. На Веронику Шелякину за последнее время свалилась целая куча новостей. Во-первых, девушка узнала, что у нее есть двоюродный дед. Во-вторых, новообретенный родственник, член экипажа советской подводной лодки С-4. Когда внучки, живущие в Казани, позвонили из Калининграда и предложили отправиться к месту гибели субмарины, она не раздумывала. Переполняет чувства и грусти, и светлой радости от того, что наконец-то, спустя 69 лет, все-таки это место найдено. И теперь будем знать, где погиб член нашей семьи. На земле могилы у деда Вероники, как и у остальных 48 членов экипажа лодки, не будут. Поднимать субмарины не станут. К месту гибели С-4, согласно международному морскому праву, официально придан статус братского захоронения. В течение часа водолазы погружались на глубину 72 метра к месту гибели подводной лодки С-4. На ее корпусе глубоководники закрепили табличку с именами погибших моряков. Эту точку отметят на всех морских картах. Проходя мимо нее, корабли будут отдавать погибшим подводникам воинские почести. Подводная лодка С-4 за годы войны совершила 8 боевых выходов. В 44-м у субмарины сменился командир. С ним команда успела выйти в море всего два раза. Первый в октябре 44-го. Тогда экипаж выполнил 4 торпедные атаки и потопил 4 вражеских транспортных судна. И второй, ставший последним. Подлодка пропала без вести. Субмарина направлялась к мысу Таран. Подводная лодка всплывает на позиционное положение и начинает бить зарядку аккумуляторной батареи. В это время эсминец Т-33 на полном ходу, сплошной туман, врезается ферштейнем в борт подводной лодки. И она через несколько секунд со всеми экипажем затонула. Поиски лодки начались 4 года назад. Изначально историки и картографы определили квадрат, в котором по их расчетам должна находиться затонувшая субмарина. Затем к делу приступили водолазы. У нас собралась достаточно сильная, дружная, слаженная команда. Все опытные дайверы с опытом погружения на такие глубины. Каких-то проблем не было. Нам замечательно повезло с погодой, отличное обеспечение. Нырнули, сделали, отсняли, отработали на лодке. Три погружения в общей сложности около часа. Какое-то время после обнаружения корабля были сомнения, оттали эта лодка. Сейчас специалисты уверены, найдена именно С-4. Последнее доказательство это в этот понедельник. Поднялся предмет на нем, надписи советские, расти на русском языке. Ну и просто ее идентифицировали, это понятно. Все же знают, как она выглядела. Так что именно эта лодка наша. За годы Второй мировой войны в Балтийском море утонуло 38 советских подводных лодок. Это больше половины боевого состава подводного флота СССР в годы войны. 10 субмарин на сегодняшний день еще не найдены. Их поиски продолжаются. Анна Крылова, Ирина Федоренко, Служба новостей.